Всем привет! Сегодня я вам расскажу и покажу, как приготовить натуральную ржаную закваску для выпечки без дрожжевого хлеба в домашних условиях. На западный манер ее называют стартер. Сразу могу заверить вас, это очень просто. Все, что нам понадобится, доступные ингредиенты, немного усилий и терпения. Ведь на то, чтобы вывести закваску, требуется несколько дней, но зато сразу после этого можно приготовить собственный домашний хлеб без дрожжей. Рецепт ржаной закваски включает всего два ингредиента – 500 мл воды и 450 г ржаной цельнозерновой муки. Они должны быть хорошего качества. От этого напрямую зависит результат. Муку лучше всего покупать в эко-магазинах, но не берите самую дешевую. Как правило, она настолько низкого качества, что ее даже сложно отнести к продуктам питания. Вода должна быть чистой, питьевой. Утварь, которая нам понадобится для приготовления закваски. Двух- или трехлитровая стеклянная банка. Полотенце из натурального материала, например, льняное. Деревянная ложка или лопатка, удобнее, если она будет с длинной ручкой. И в конце нужна будет маленькая банка, например, стандартная на пол-литра, а также капроновая крышка для этой банки. Пошаговый рецепт приготовления ржаной закваски. Первый шаг. Мы берем большую чистую сухую стеклянную банку. У меня двухлитровая. Кладем в нее 100 г муки. Я пользуюсь весами, но можно взять мерный стакан со специальными делениями для муки. К муке добавляем 150 мл воды. Вода должна быть комнатной температуры, еле теплой, примерно 25 градусов по Цельсию. При такой температуре начинаются процессы образования микроорганизмов закваски. Тщательно перемешиваем муку и воду, чтобы не осталось комочков. Полученная смесь по консистенции будет похожа на сметану средней жирности. Банку заворачиваем в полотенце, чтобы исключить доступ солнечного света. Нужно оставить ее при комнатной температуре на сутки. Если в помещении прохладно, рекомендую поставить будущую закваску поближе к батарее, но не вплотную, чтобы не перегреть содержимое банки. Второй шаг. Спустя сутки мы видим, что смесь немного увеличилась в объеме. Не могу сказать, что присутствует какой-то сильный запах, но бывает, что уже на следующий день закваска начинает неприятно пахнуть. Это нормально. В первые дни в закваске могут появляться, скажем так, нехорошие бактерии. В этом нет ничего страшного. Позже они будут полностью нейтрализованы полезными микроорганизмами. Нужно тщательно перемешать будущий стартер. На втором этапе при перемешивании будет заметно, что в смеси появились воздушные пузырьки. Дальше подкармливаем. Для этого берем 100 г жаной муки, добавляем ее в банку и 100 мл воды комнатной температуры, также 25 градусов по Цельсию. После этого все тщательно перемешиваем. Банку с будущей закваской оставляем еще на сутки в теплом темном месте и обязательно заворачиваем банку полотенцем. Третий шаг. Можно увидеть, что смесь в банке за прошедшие сутки стала больше в объеме и даже немного опала. Стало гораздо больше крупных пузырьков воздуха. У моей смеси появился не очень приятный запах, но в этом нет ничего страшного. Потом он пройдет. Смесь необходимо хорошо размешать. При этом видно, насколько она стала мягкой и воздушной. Как и в прошлый раз, снова подкармливаем. Для этого кладем 100 г ржаной муки и 100 мл воды комнатной температуры. Напоминаю, 25 градусов по Цельсию. И снова все хорошенько перемешиваем. Заворачиваем банку в полотенце и оставляем в теплом месте еще на сутки. Четвертый шаг. Видим, что в банке появилось очень много воздушных пузырьков. При этом смесь еще увеличилась в объеме. Запах стал в разы приятнее. У закваски появился кисловато-сладкий аромат. Перемешиваем. Будет заметно, что масса живая, а ее консистенция очень нежная. Снова также подкармливаем 100 г ржаной муки и 100 мл воды комнатной температуры. Все перемешиваем. Через сутки из части этой смеси мы уже приготовим первый домашний хлеб. А пока накрываем банку полотенцем, оставляем в теплом месте еще на сутки. Пятый завершающий шаг. Открываем полотенце и видим, что смесь снова увеличилась в объеме. В ней масса воздушных пузырьков и от нее исходит очень приятный нежный кисло-сладкий запах. Хорошо вымешиваем. Небольшая часть от полученной смеси идет на создание непосредственно закваски, к которой мы прошли несколько дней. Ее мы будем хранить и использовать в будущем. Для создания вечной закваски перекладываем из смеси 2-3 столовые ложки в пол-литровую банку. К ним добавляем 3 столовые ложки с горкой ржаной муки и 50 мл воды. Вода должна быть комнатной температуры 25 градусов по Цельсию. Тщательно перемешиваем содержимое маленькой банки. По консистенции масса будет напоминать густую сметану. Вот у нас и получилась жидкая ржаная закваска, на которой можно готовить домашний бездрожжевой хлеб. Баночку со стартером нужно закрыть крышкой и убрать в холодильник. Там ее можно хранить в течение двух недель. Если за это время вы не будете ею пользоваться, то есть печь на ней хлеб, то нужно обязательно вытащить закваску, оставить на пару часов при комнатной температуре и подкормить мукой и водой точно так же, как мы сделали это сейчас. Затем снова можно убрать в холодильник. Кроме того, у нас осталось еще много закваски в большой банке. Это опара. Ее специально выстаивают несколько часов перед тем, как замесить тесто. Но у нас она уже готова, то есть нам осталось сделать тесто, дать ему подняться и можно выпекать хлеб. Этим рецептом я поделюсь в другом видео. Ссылка появится в подсказках. Теперь вы знаете, как вывести закваску в домашних условиях. Как видите, это достаточно просто. Нужно только немного терпения. Зато теперь на основе этой закваски вы можете печь собственный домашний хлеб самых различных видов и форм. В заключении хочу сказать, что чем старше закваска, тем она активнее. Со временем хлеб на ее основе получается все более пышным, пористым и вкусным. В старину, когда были особенно сильны родовые и семейные традиции, закваска передавалась от поколения к поколению. Одним из самых главных подарков, которые получали молодожены, была семейная закваска. Новоиспеченная хозяйка подкармливала ее и берегла, как зеницу ока. А с наступлением времени и сама передавала ее своим детям на свадьбе. Поэтому, если вы любите натуральный хлеб на закваске, заведите и в своей семье эту добрую традицию. Нашей закваске уже более трех лет. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки видео и пишите комментарии. Лайки очень сильно помогают в развитии канала. Также подписывайтесь на телеграм-канал, в котором мы уведомляем вас о новых видео, статьях, новостях и делимся прочей полезной информацией. Все ссылки смотрите в описании. До встречи и доброго вам здравия!